Я зол, слегка. У нас есть кредиты, чтобы сделать перезапуск? Нет. Ладно, хорошо. Он даже не дойдет до нее. Да, но мы не пытались на нее до нее дойти, знаете что? А сейчас мы дойдем до нее. Мы дойдем до нее и пройдем ее. Гарантированно. Можете отнести мои слова в банк. Мы пойдем на крысу, убьем ее. У нас нет модов, челленджей. И после того, как мы поиграли с челленджами в турборежиме, это будет для нас прогулка в парке, я вам гарантирую. Крыса разлетится на тысячу маленьких крысючек. Хорошо, мы идем на крысу. Давайте чуть-чуть перестроимся. Что нам нужно? Нам нужно, во-первых, получить доступ сюда. Во-вторых, нам нужно два ключа, чтобы пойти на капли лорда. Если можно после капли лорда, желательно сходить на древнего короля. Но это в зависимости от ситуации. Если каких-то супер сильных оружий для боссов нету, то древнего короля можно проигнорировать и сразу идти на крысу. Потому что, по-моему, у него здоровья больше, чем у двух фаз крысы. И у него тратится до хера всего. Хотя по сложности он... Не знаю, по сложности древний король, я думаю, близок к крысе. Просто древнего короля я атаки знаю, а крысы нет. Йоу. Как приятно, что наконец можно разбивать горшки и бояться, что они тебе выстрелят в лицо. Я просто в шоке, насколько... Это меняет мое отношение к игре. И молотки не стучат в тебя. О, какое счастье. Я не могу. Облегчение. Как будто только что сходил и... Посмотрел, наконец, фильм Ситили Война Бесконечности до того, как тебе его заспойлерили. Примерно такой же оргазм. Чувак. Ты не понимаешь. Я только что вышел из режима челленджей. У вас всех нет шансов. Абсолютно. Я теперь неуязвимый. Я как тот Нео, который познал. Теперь нет. Остановил пули. И обратно их в агента Смита. Нет, теперь залезть агенту Смиту в вагину и взорвать его изнутри. О, да. Да, агент Смит женщина. Вы не знали? Вообще, кто смотрел фильм Матрицу? Или я настолько старый, что только я этот фильм знаю? Ничего не интересует вообще. Знаете что? Ключ интересует. Остальное пофиг. Винтетовки Винчестера... Хорошая штука, но нет. Пока нет, скажем так. В будущем все возможно. Один момент. Уи-и-и! Уи-и! Что-то подобное. Стол сломался. Пора на диету. Раз мы идем на крысу. Что нам пригодится на крысе? Хорошее антибоссовое оружие не помешало бы. Поэтому желательно первого босса валить без подбора оружия. С другой стороны, если мы идем на крысу, то нам нужны патроны мастера. Их проще получить, если ты босса убиваешь оружие. Сложный выбор. Но нам еще ключи тратить нельзя, если мы хотим на капля лорда пойти. А капля лорд при крысе практически обязательны. Поэтому да, мы идем вот так. Ключи не тратим, чайка. Мы уже сто раз с ней встречались. Я уже не знаю, что про нее говорить. Поэтому я ничего про нее не скажу. Сучка. Ненавижу. Я не увидел ракету. Я во... Во всем происходящем не увидел ракету. Там были всякие ящики, коробки стояли. Я среди ящиков коробок стоял. И ракета в меня попала. Я ее не увидел. Ну, я не увидел точнее вот эту красную штучку, которая там нарисована была. А теперь мне стало пофиг. А теперь я эти пустышки лучше потрачу на поиск секретной комнаты. О, мне не пофиг, на победу стало. Я все еще хочу победить. Но я не хочу тратить пустышки здесь. Потому что у нас есть время, чтобы хильнуться. Капля лорд нас не убьет. Мы ни разу не умирали на капля лорде. Да, такого не было. Гарантирую вам. Чайка. Пошла вон. Перестань. Ляг на землю. Руки за голову. Ногу на ногу. А-а. Без шансов, чайка. Все, мы ее убили. Патруна мастера нет. Но сейчас будет чернодырная пушка. Смотрите. Это практически чернодырная пушка. У нее есть второе название. Она называется ствол. Так что, да. Это... Она просто маскируется. Здесь нету. Может здесь. Там нету. Может здесь. Здесь быть не может. Секретки мы не найдем, походу. Может здесь. Российская империя, кеймапер. Спасибо тебе за 10 рублей. Пожалуйста, пулю на днюху без скина. Посмотрим. Я... Я сейчас подумаю. Сейчас мы этот забег закончим. Там будем думать, что дальше делать. Хм. Хм. Так-то пулей можно сыграть. По большому счету, без разницы, кем челленджи проходить. Пулей, наверное, крысу лучше проходить. Теоретически. Я видел, что у нас там книга над у меня сундуков. И нам неплохо было бы ее получить, перед тем, как разбивать сундуки. Но... Чем я вообще разбиваю сундуки? Почему не стартовым пистолетом? Все, мы идем на... Коплелорда. Пустите. Я воевал. Я в танке горел. Я летчик. Ммм. У нас Роскомнадзор в чате. Привет, Роскомнадзор. Слушай, не блокируй меня, пожалуйста. И разблокируй Порнхаб. Будь добр. Коплелорд. Этаж Коплелорда существует для того, чтобы... ...набрать денег. ...эти деньги пустить на покупку крысиного ключа. Либо, альтернативно, получить предметы, которые дают воровство, и украсть крысиный ключ. Максимальный шанс получить предметы на воровство будет, если мы будем открывать сундуки. Из босса здесь тоже можно попробовать выбить пассивку или активку на воровство. Ну, пассивок на воровство не бывает, но активки бывают. Здесь воровство... Простите, нет. У нас есть ключ. Пистолет пришельцев. Стоп. У нас патрона мастера нет. Пистолет пришельцев не нужен. У пистолета пришельцев... ...синергия с двумя патронами мастера. Но у нас нету уже первого. Поэтому до свидания. Мой любимый патрон мастера. Мы тебя больше никогда не увидим. Так, что мы хотим еще? У нас есть ствол, одно из моих любимых оружия в игре. Оно очень простое. Оно абсолютно универсальное. Нормально можно и на боссах. И... Ты что делаешь? Прекрати... О, мой бог. Хорошо, что у нас красные сердца лежат в магазине. Да, оно универсальное. Его можно как на боссах использовать, так и в комнатах. У него хороший боезапас. 300 выстрелов. Это абсолютно вменяемо. Хватает надолго. И главное, он оглушает врагов. Так что в комнатах он незаменим. Йоу, спасибо, ключик, ра. Я его буду использовать даже не заботясь о боеприпасе. Что может быть не самая лучшая идея, но... Мне как-то все равно. На крысу много боезапаса не нужно охранить. Перед крысой дают пополнить его, поэтому... Здравствуйте. Можем попросить? Да, спасибо. Ну и как я и говорил, боезапас нам выпал. Ноль проблем. Босс Каплелорд. Сразу. Или попробовать выбить воровство. То есть для этого нужно сначала оружие попытаться подобрать. Хороший вопрос. Просто замечательный. Я попробую выбить воровство из Каплелорда, а не оружие. Для того, чтобы украсть крысиный ключ. Потому что на деньги, сэкономленные от покупки крысиного ключа, можно купить... Пункт А. Кучу брони. Пункт Б. Нормальное оружие в магазине. Пункт С. Красный сердец, если они будут нужны. Так что да. И то, и другое было бы неплохо. Ау, как мне нравится ствол. Просто огонь. А, пустышечка. Спасибо, игра. Фу-фу-фу-фаааа. Спасибо тебе за фолд на твиче. А-а-а-а-а. Все взрывается, все взрывается. Ствол, спасибо, что оглушил. А то я что-то запаниковал немножко. Йоу. Кш-кш-кш-кш. Враги. Пошли вон. Кш-кш-кш-кш. Я бы очень хотел какой-то модификатор выстрелов. У нас давно... Без комментариев. У нас давно не было модификаторов выстрелов. Там самонаводящиеся пули, поджигающие пули, ледяные пули. Уже несколько забегов у нас их нет. Я недоволен этим. И требую предоставить в пользование постоянное. Осторожно. Крадемся, как тигр в лесу. Активный предмет, я не знаю, нужен нам или нет. Наверное, нужен. Опять же, если идем на крысу, перезарядка бесполезна. По большому счету. Ну, точнее, перевооружение. Пилотское. Мы не пилот, мы десантник. Ну, вы меня поняли, да? Поэтому можно без него обойтись. Так, пополню-ка я здоровье на всякий случай. По идее, три пустышки должно хватить. Но... Ну... Мало ли чё. Ключей нет. Один ключ можно купить. Нет, давай мне лучше оружие с босса. Хорошее оружие решит множество нам проблем. Здесь задача просто не получить дамаг. Не потому, что нам нужен патрон мастера с него или ещё что-то. А мы... Мы хотим сэкономить красные сердца. Которых и так немного. Поэтому пустышки идут в расход. К тому же, я не представляю, где секретку искать. По-моему, в магазине её нету. В комнатах с сундуками нету тоже. Поэтому... Практически гарантировано, что мы её тупо не увидим. И я не умею секретки искать в комнатах. Они абсолютно рандомно появляются. Там особо никаких... Нету... Правил. Точнее, правила есть, я их не знаю. Это не проблема. Походу, каплелорд загнётся без вопросиков. На эту атаку я буду всегда использовать пустышку. Значит, что? На эту тоже. А эту мы и так умеем уворачиваться. Сказал он перед тем, как нашёл стену мимика. И получил на ней тонну дамага. Естественно. Похоже, вся игра стала мимиком. Я не буду говорить, что я злой. Но я злой. Я даже нажал мимо экрана. Хорошо, что у нас было нормальное оружие. Везде стены мимики. Гробаные стены мимики. Так ты, шёл вон. Я требую от тебя пойти вон. Спасибо. Томмиган. Не совсем того уровня оружия, которое хотелось бы. Я бы сказал, совсем не того уровня, которое хотелось бы. Как у нас дела с ключами? Один мы можем себе позволить. Секреток нет, где их искать не знаю. Синие сундуки открывать, наверное, особо смысла не имеет. Ключей мало. Потом придётся на следующем этаже игнорить. Подождём следующего этажа. Вдруг там красный, чёрный. Хотя бы зелёный. Было бы уже неплохо. Хлам. У нас есть много хлама. Особые размеры хлама. Тебе враги секретку открыли. Окей. Классно. Я вовремя заметил. Точнее, наоборот, я не заметил. Ну чё, поехали. Бум-бум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Дотащить красную броню до алтаря. Очень просто. Мы за последние 10 забегов ни разу не потеряли красную броню перед алтарём. Такого не было. Я неразвимый мастер джиу-джитсу. Ты хочешь сказать, что я смогу уклоняться от пуль? Я хочу сказать, что если ты научишься, тебе не нужно будет. Кунг-фу. Я буду учить кунг-фу. Я не знаю, что из меня сегодня лезут статуи из Матрицы. Видимо, я чувствую себя героем Матрицы. Оп! Томмиган, вперёд, помогай. А! Тут по краям. Тут по краям грёбаные шипы. Я еле заметил. Вот тут шипы. Скотинская штука. Так, это путь к сундуку. Я думаю, здесь алтаря не будет. Наверное, алтарь где-то вот тут. Как плохо. Как ужасно. Блокнер. Я не хочу тебя видеть. Тем более, когда у меня красная броня. Совсем не хочу тебя видеть. Блокнер, ты скотина. А-а-а! Блокнер. О, мой блокнер. До свидания. Прощай, всё. Прощай, мир. У меня нет комментариев. Именно, именно здесь нам попался блокнер. Конечно же. Именно здесь он к нам пришёл. Но. И тут был алтарь, да? В соседней комнате. Нет, это был не алтарь. Что-то я решил выделаться. Но это был не алтарь. В общем, плохо. То, что потеряли красную броню. Хорошо. То, что получили золотую гильзу. Это полтишок. О-о-о! Йоу-йоу-йоу! Морозный великан и бутылка. Окей, я всё меняю. Своё мнение. Сможем ли мы это всё купить? Если украдём крысиный ключ. Хорошо. Ладно. Да, моё мнение немножко поменялось. Насчёт блокнера. Он нормальный, чувак. О, кстати. Насчёт блокнера. Дай мне что-нибудь хорошее. Ограничение плюс плата. Ограничение это снижение боезапаса? Очень плохо. А он нам дал гильзы. Ограничение это, кстати, не просто плохо. Это ужасно. Меньший боезапас. Близко к катастрофе? А купит ли гильзы, которые он нам дал? Не уверен. Скорее всего, гильзы того не стоят. Только если мы вдруг получим воровство, эти гильзы сможем потратить на что-то хорошее. Варлок я, это Никита, тот, кто был на 10 мете топа на одном из стримов. Так что, ПЖ, добавь. То Дониров под именем Никита. Общей суммой под двумя именами заданил 250-500. Так что, будь добр, почитай и добавь топ. А, окей. Российский имперский маппер. Спасибо тебе большое за 35 рублей. Насчет, да, вот донатов и топа. У меня нет никакой возможности определить... То есть, у меня функционально нет возможности определять, когда вы донатите под разными именами, что это был один и тот же человек. Такой опции просто нету в настройках программы, через которую донаты идут. Поэтому, чтобы они стакались, донаты, их нужно... В... Их нужно под одним именем. Ну, я понял. Я запомню, и я сегодня сделаю хорошо. Так. У нас есть Курсула. У нее есть кровавая брошь. Большая шишка. Хммм. Очень хочу. Воровства здесь все еще нету никакого. Очень жаль, потому что у Курсулы часто бывает воровство. Как они все интереснее и интереснее становятся. Без шуток. Ну, по-любому мы сменим активный предмет. Поэтому можно смело тратить боеприпасы, например, на Томсон и пополнять их... Через активку. Что мы хотим купить? Вот действительно. Наверное, кровавая брошь самая лучшая, что можно купить. Хотя я не уверен. Крыса вообще не дает столько времени для размышлений, чтобы еще и... Кровавую брошь на ней нормально использовать. Наверное, нам важнее... Блин, большую шишку взять? Какая альтернатива большой шишке? Мы можем взять баночку. Баночка даст нам одно красное сердце. Будет ли одно красное сердце так же хорошо, как большая шишка? Хороший вопрос. Дамаг от большой шишки... Он не очень хороший. Ну, как он очень хороший в комнатах, но на крысе даже рядом не валялся. Хороший урон получил, очень красивый. Йоу, еще один сундук. У нас много сундуков. Нет ключей. Что здесь? Зеленый. Секретка. Пожалуйста, что я хорошее. Ключ. Ну, оно того стоило. По-любому, у нас здесь много всего. Так. Как мы подойдем к этому вопросу? Российский амперский маппер. Большое тебе спасибо за... 8 рублей. Купи большую шишку. Я сейчас подумаю. Я бы предпочел ее украсть, чтобы проклятие лишнее не набирать. Опять же, я пытаюсь найти воровство. Это нифига не воровство. Это дробовик пустоты. Это виллы. А это кольцо сундущего вампиризма. Воровство? Нет. Точка нет. Ладно. Как скажете, игра. Кто хозяин-барин? Хозяин-барин. Не хочешь идти навстречу? Не иди. Не очень-то и хотелось. Принимать решение надо сейчас. Сюда надо 115. Я очень хочу морозный великан. Это нормальное антибоссовое оружие. И знаешь что? Это отличное антибоссовое оружие. У него шикарный урон. Секунду. Но. Если мы... Я просто боюсь, что брошь нифига не сработает в итоге. И стоит как крыло от самолета. Ладно. Надо брать большую шишку. Да. У нас 176. Я возьму нам пустышку. На всякий случай. Мы тогда не купим морозный великан. Мы и сейчас его не можем купить. Подожди. 78. Мы теоретически можем купить. Но надо не брать пустышку. Какая проблема. Вода плюс огонь на боссе. По-моему ствол не тушит огонь на противнике. Он тушит огонь на земле. Но не на врагах. Это этот парень. Пошли вон. Все идут вон. Лазер. Лазер не проблема. От лазера мы можем уклониться легко. Дальше что? Дальше обычная стрельба. Обходим, обходим, обходим. Ракеты. Мы готовы к ракетам. Используем пирсинговое оружие. Стреляем, 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 стреляем. Теперь время пустышки бы пришло. Но у нас пустышек нет. Пирсинг, 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 пирсинг идет. Больше пирсинга. Нужно больше пирсинга. Так, большая шишка заряжена. Ее использовать при необходимости. Вот сейчас была как раз необходимость ее использовать. Но. Но. Не получилось. Патрон-мастер опять ушел. И азол. И азол. И я в ярости. Рахстрелка. У него разве не было синергии с вилами? А, мы нашли секретку. Что я стреляю? Мне казалось, что у него была синергия с вилами. Походу нет. Монетка. О, дает скидку в магазине. Но. Мы ее не сможем использовать. Потому что нам. А я знаю что. У меня есть идея. Мы сейчас закидаем в магазин. Э, залезай туда. В комнату. Большая шишка. Только не багуйся. Ладно? Я это делаю для того, чтобы у нас было. Чтобы не потерять большую шишку. Да, да, да. Вот сюда наверх. Что вниз летишь? Наверх лети. Ладно. Я думаю, что крыса отсюда не заберет. То есть нам нужно взять. Монетку у нас будет скидка. На ключ, правда, скидки ни хера не действует. Но. Ключ. Остается 66. И у нас хватает как раз. Теперь монетку можно выкинуть. Да. Как-то так. Что-то типа того. Не уверен, что у нас все в порядке. Что мы убьем крысу. Но мы попробуем. Мы сделаем все. Так. Оп. Простите, я ударил микрофон. Кошка моя любимая. Прости. Но ты... Но ты... Но ты меня должна... Освободить место. Кошка. Ты не можешь... Ты не поможешь. Мне в ганжи не открыть. Ты не можешь мешать. Иди помолвать. Там весело. Везде весело. Кроме моего офиса. Честно. Он читает, но не отвечает. Да, он ужасный человек. Одно из самых худших преступлений мира. Читать чат, но не отвечать на него. Он игнорит. Да. Он ужасный. Блин, как мало патронов. Охерик. Мало патронов на все. Алеш, хаб. Добро пожаловать на Twitch. Welcome. Приветствую тебя. Надеюсь, тебе понравится, как я сейчас сольюсь на крысе. Ну что, я не думаю, что у нас какие-то другие шансы есть. Мама, помогите. Берем вилы. Берет пистолет-пулемет. Вилы надо потратить просто потому, что их мало осталось. С Томсоном будем бегать. Этаж. Задача. Получить что-то такое, что обеспечит нам убийство крысы. Я просто даже не уверен, что стоит идти на крысу, если мы не получим топовые пушки. К сожалению, с модом на уменьшение максимального боезапаса, я думаю, мы... Простите, что? Это что было вообще? А, это этот чувак красный. Какая красота. Я просто не уверен, что без... С модом на уменьшение боезапаса мы сможем убить крысу. Что там хватит патронов во всем. Во-первых, у нас три максимального здоровья, окей? Надо реалистично смотреть на вещи. Возможно, мы захотим вообще игнорировать крысу и пойти на леча. У нас хотя бы до леча будут шансы как-то улучшить ситуацию. Я не знаю. Я сам виноват. Сто процентов я виноват, что получал столько урона. Кстати, игра, спасибо за хилку. Нам... У нас есть вода, да. Отлично. Да, я сам виноват. Я знаю. Вина вся на мне. Но. Решать эту проблему тоже мне. И теми способами, которые я считаю нужными. Так что, если все будет плохо, мы... Ну, мы можем пойти на крысу, мы на ней умрем. Стремясь с красными сердцами. В зависимости от того, что выпадет нам на этом этаже. Так что, игра, ты, если хочешь, чтобы я не умрю. Я пошел на крысу, ты должна мне дропнуть в какую-то офигительную шнягу. Просто жесть какую-нибудь. Так, чтобы все обалдели. Или... Или просто много здоровья. Красный сундук, окей. Надо открывать. Декарт. Я хочу сказать, Декарт, это очень хорошее оружие. И вы думаете, я скажу здесь но? Но я не скажу. Декарт просто очень хорошее оружие. Без комментариев. О, мой бог. О, мой бог! Чуви, спокойно. Мы дома. Я зол на себя. Я просто в ярости на себя. Хе-хе-хе. Знаете, что? Настройки, игра. Так. Увеличить скорость вне боя. Нахер. С турборежимом это слишком быстро. Магазин. Будь добр. Хер. Хер мне, а не магазин. Надо было давно это сделать. Йоу. Мы так медленно ходим. Я в шоке. Но я временно это выключу. Хотя бы пока мы умрем в этой комнате. Мы сто процентов, блин, умрем в этой комнате. О-о-о. Большая шишка. Спасибо тебе. О-о-о, игра. Спасибо тебе за дроп половинки здоровья. Спойлеры. Почти мы на сто процентов не идем на крысу. Практически гарантированно мы на крысу не пойдем. Для того, чтобы мы пошли на крысу, мне нужен апельсин. Практически ничего другого я не вижу, что может уговорить меня. Так, боеприпасы на что? Наверное, на вилы. О, и Зельда закрыта. Какая радость. Какая, блин, бомбовая ситуация. Босс. А-а-а, наверное, нет. Попозже немножко. Хорошо. Там было оружие в красном сундуке. Значит, мы знаем, что во втором сундуке пассивка или активка. Активки не интересуют, пассивки очень даже. Какая нам нужна пассивка? На выживание что-нибудь. А знаете что? Апельсин тоже пойдет. Апельсин это активка. Нам придется скинуть большую шишку. Я думаю, она того стоит будет. Где мой люк? Большая шишка не открывает крысиный люк? Крыса. Крыс, крыс. Ай, нам еще две пустышки нужно, точно. Одну я использовал, чтобы выжить. Крыса выглядит все дальше и дальше. Все меньше и меньше шансов на нее пойти. И здесь, наверное, секретка, да? Там гарантированно секретка. Но у нас нет пустышек. И мы исследовали весь этаж. Где люди попасть не можем. У нас одно красное сердце и... Вау. Босс. Декарт плюс морозный великан. Его рвут. Кто бы здесь не был. Конечно, это Балрок. Как раз тот босс, с которым я не умею драться. Естественно. Я отказываюсь умирать на нем. Ня-а. Возможно, мы умрем здесь. Ху-ху-ху-ху-ху. Это было, мягко говоря, стрёмно. За счет Декарда. Что я хотел сказать? За счет Декарда у нас шансы хорошие. Нахер крысу сдохнешь. Нахер леча сдохнешь. Рип Парлок. Ты просто ядом не попал. Знаешь что? По-моему, большая шишка как-то не так работает. Потому что раньше, как только ты ее используешь, она как пустышка сразу срабатывает. Что я, собственно, и пытался здесь сделать. Но, по факту, оказывается, что она немножко не так. Гоу-пилота в испытаниях. 2000 и 2018. Рип Парлок. Да, да. Надеюсь, вам понравился этот забег. Если это так, то нажимайте на кнопку лайк. Это будет огромная помощь. Хотите смотреть еще? Конечно, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Ну, а я благодарю вас за то, что вы смотрели это видео. И увижусь обязательно с вами в следующий раз. Субтитры сделал DimaTorzok